Хотел бы работать с МВП, но боимся. Так, 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 хорошо. А кто считает, что у него есть МВП? Ой, умничка, мои, классы. Клёво. Теперь ещё один вопрос. Есть ли среди нас врачи? Клёво. Психиатр. Так, плохие. Студенты. Замечательные. Приказ. Ну что, начнём? Начнём мы с чего? Я хочу вас услышать. Как вы понимаете, что такое у вас просто от чего-то людей? Особое отношение с собой. Особое? Да. Особое отношение с собой, когда человек в состоянии понимать, как вы участвовали, находились на мигалов всех емных вещей. Я измолвившим иностранства на море, и встали нарезы, нарушая отчисла, от силы, отчисления, 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 отчисления. Так, Фёдор? Это набор стереотипов победения, патологических, которые сформировались в результате определенных жизненных обстоятельств. Клево. Так, еще. По большому счету использовали не еды, не пищевые цели. А где получилось? Типа, это было... Аж. Ага, клево. Есть еще варианты? Нет? Давайте мысли получим. Еще, давайте пробужим. Использование 300 тысячи целей, вы понимаете, очень поверхностная история. Это муниципальное утешение истории, совмещение каких-то потребностей. Быстрее всего это сделать, проще всего это сделать с помощью еды. То есть, вы считаете, что здесь основная история связана с потребностями человека, который не знает, как его говорить, и использует при помощи еды? Как быстрый способ утешения, извещения, там очень много чего можно перечислить. Но это не всегда будет расстройство. Если один раз я занимаюсь, мне что-то плохо, я один раз поел, и рефляции... Да, один раз. Да, клево. Федор, спасибо вам большое. Всем огромное спасибо за этот мозговый шум. Главный тезис. Ребята, я вас прошу, запомните. Вот сегодняшняя лекция, на самом деле то, что я буду давать, это не просто то, что вы услышите в институте. Ну вот, если вы придете сейчас с какой-нибудь, один из самых применитых грузов в России, который типа готовит специалистов и выпускает ничего. Ты будешь работать с пищевыми настойствами. Этого там не наставлено. То, что я сегодня даю, это клинические рекомендации, NICE, это те ребята, которые говорят, как нужно корректировать этот опыт. Вот, кроме них, никто вам об этом не расскажет. Вообще никто не скажет. Потому что, я не знаю, к сожалению, в России про ФВП стали говорить приблизительно только 20 лет назад. Все остальное время не знали, что с этим делать. Ну, говорят, видят человека с лишним весом. Ну, жри. Прекрасно. Видят человека с анорексией, говорят, да это шизофрения. У нас до сих пор в психиатрических клиниках девочек с анорексией диагностируют как одна из особенностей шизофрении. То есть, приходит девочка, индекс массы тела там 16, она уже едет выше. А ей говорят, где шизофрения? Прекрасно. Я считаю, что это нужно исправлять. Именно поэтому мы здесь и собрались. Потому что РПП это очень страшная штука. РПП это не просто девочка заедает. РПП это не просто девочка перестала кушать. РПП это одно из самых смертоносных психических достоинств из всех существующих. Переклюнуло даже клиническую депрессию. Смертность от анорексии гораздо выше, чем от клинической депрессии. Об этом никто не говорит. Об этом никто не говорит. Никто не говорит, что смертность от ожирения пробивает все чарлухи в парадах. Все говорят, что да, это ожирение. А почему человек столкнулся с этим ожирением? А почему он не может его скорректировать? А почему для него это так сложно? И никто об этом не говорит, к сожалению. Именно поэтому я всегда говорю своим клиентам и людям, которые интересуются видом моей деятельности. За каждую ГАШПП-шника я стою спином. Потому что, к сожалению, когда... Вот у нас здесь есть врачи. Врач-докринолог есть? А, какие у нас врачи? В какой практике? Кардиолог. Кардиолог. Да, врачом. Кардиолог. 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 Врач-докринолог. Когда человек с лишним весом обращается... Ну, например, к докринологу. Ну, первый, так, нам дышим. Мы дышим к докринологу. Что он слышит? За 6 сегарот и больше не 8. Прекрасно. А тот же человек не знал. Вот он пришел, и он не знал, что нужно меньше есть. И максимум, что нам выдают эндокринологи, это какую-то брошюнку, в которой расписаны киджи. Прекрасно. Почему человек пришел к этой точке? К сожалению, никто не обусиляет. И вот основная проблема ЭПП заключается в том, что тезис решения этой проблемы лежит не через себя. И когда к вам родятся клиенты, они будут глубоко убеждены в том, что проблемы с едой. И вот я сейчас попрощу каждого из вас вспомнить вот эти агитационные плакаты в инстаграмах, когда звучат, у тебя проблемы с едой, иди сюда. Я тебе там помогу, выдал от детоксин, вся сахарная зависимость, я тебя, значит, излечил. Но проникну не с едой. И каждый ЭПП-шник уверен, что у него проблемы с пищей. И это не так. И это одно из самых глубинных заблуждений наших предметов. Потому что то, как боится ЭПП-шник, не боится никто. И какая бы это еда не была. Какой бы вид расстройства у человека не было. Были не это. Будьте мне передать. Акароксин. Главное в поведенческой призме – это боязнь еды. И только один этот факт разбивает напрочь всю конспирологическую теорию о том, что существует пищевая зависимость. Возвращаемся к пищевой лестнице. Сын говорит, что ЭПП – это равно пищевая зависимость. И я вам скажу, как человек, который не прошел ни одно облачение в России. Везде учат так, что ЭПП или пищевая зависимость. Но пищевой зависимости не существует. Вопрос, чему учат? А как возможно излечиться от того, от чего мы зависимы на физиологическом уровне? Невозможно. Они приравнивают пищевую зависимость, основываясь на концепции алкоголизма, наркомании. Проблема в том, что они смотрят только в общий способ. Но они не смотрят в различные. То есть никто из них не посмотрел. А в чем разница между алкоголиком и компульсивным переедатчиком? Они посмотрели на способ. Говорят, ну все, зависимость. Сто процентов. Сейчас будем лечить от двенадцатишаговой терапии. А то, что вот ребята отсюда провели клинические рекомендации. И вот такими буквами в них написали, что двенадцатишаговая терапия не имеет эффективности при коррекции РПП. Никто из них не знает. И вот эта проблема. То, что даже люди, которые хотят корректировать РПП, они не знают как. Они приходят в институт и учат не туда. И учат не туда наказательной медицины. И учат от мнения автора. Что кто-то там придумал, что чего-то. И решил ее не дать туда. И вот эта вот долгая пилогия, она у вас все очень много. Потому что РПП, вот в ней идет расстройство чьего поведения. В самом названии этого расстройства лежит ключ. Расстройство чьего? Поведение. Зайки поведения. Еда потом. Первое – это поведение. Поэтому подытожим, что такое РПП. РПП – это группа поведенческих синдромов, которая связана с нарушением приема пищи и имеет для человека деструктивный характер. Ну, то есть, да, человек имеет либо дефицит веса, либо набор веса. Но есть у нас еще такая категория, так, верная долгия. Они говорят, ну или нет, они недостаток веса имеют. Покажите мне хоть одного человека с долгиями, который имеет лишний вес, таких нет. Они же предпринимают все для того, чтобы предотвратить их. Поэтому здесь я еще всем своим клиентам объясняю такая вещь, что РПП – это не просто, да, вот это поведение. Оно еще пронизывается. Очень сильно. Центрально сковывается. Психо-эмоциональному слову. Это в полном смысле озвучено. Потому что, если вы спросите у человека с РПП, сколько он думает о людей, это тот же человек. Он, он, жизнь человека, уже в колесо баланса. РППшное. Вот это все – это люди. Это мысли о людях. Это поведение, связанное тем или иным способом, да, либо предотвращению съеденного, либо здесь как садовное поведение. Но это почти 90% жизни у человека в этом завязанных силах. В полном смысле слова. Это вот люди здоровые слушают. Ну, как так нужно? Как нужно? Просыпаешься с твоей мыши. Просыпаются и думают о идее. У них нет даже минимального пробела для того, чтобы задуматься о каких-то социальных отношениях. И вот здесь чаще всего люди упадут во что-то другое. Если мы сегодня говорим про компульсивное переедание, вот с высоты комната, я вам скажу, что здесь будет абсурдная эпохондрия. Которая мы чуть позже вернемся. Я думаю, что очень важно назвать еще причины возникновения РПП. И первое, что я хочу, чтобы вы поняли, то что последнее научное сообщество, которое занимается исследованием РПП, оно уже не делит РПП как разные микрострозы. Знаете почему это? А потому что РПП это один микрострост. Который не гнилый за друг другу, допустим, я послужил. И кто когда-то работал с РПП, я думаю, они замечали, то есть он либо у кого-то есть РПП, они замечали этот прекрасный момент, когда сначала ты такой, так, все, значит, с сегодняшнего дня и сажусь на диету. Человек живет в ограничениях, там, нет, все, не дано, нельзя, это нельзя. А потом что-то случается? Вот у нас такой щелчок. Человек начинает ученые лица. Ну, значит, ест, 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 потом нет. Надо что-то с этим делать. Ну, идем вперед. Или пить его слабительным. Или мочегонным. А может быть, вообще ничего не делать. И будет сидеть дальше, гнуть себя есть все больше и больше и больше. Поэтому РПП – это не просто анатексия, это не просто психогенная пилитамия. Мы их делим просто для того, чтобы понимать, ну да, какую-то классификацию симптоматики. Ну, то есть, когда там обращается человек, мы же должны как-то его вердикт какой-то выдать, чтобы понимать, какую или иную терапию нам выбирать. Но, в целом, всегда держите в голове, что если к вам пришла девочка с булимией, это не факт, что через три месяца она не станет галактической. Риски очень высоки. Поэтому, когда мы работаем с РПП, нам очень важно понимать, что мы работаем с определенной категорией граждан, которые в первую очередь очень интенсивны. И вот, когда, знаете, в такой момент, все на меня смотрят со стороны, говорят, ты, какой язык, а там, значит, ты, где-то было, ты на 100 грамм, мне там, вечно. Но, вот, например, сидит Нина, или нами, это наша общая клиента с Алексеем, и я слишком калашмачу тебя на консультациях. Нет. Вот. Это все миф. Это миф того, что РПП должны корректироваться с баллами. Знаете, что происходит? Вы берете балл, и начинаете гонять своего клиента. Нет. Но вы должны обладать, я даже не знаю, чем. Стержень. Да. Это, наверное, что-то из рода стержня, чтобы человек, посмотрев на вас, он вам доверился. Потому что, если он будет смотреть на вас, и будет видеть человека, куда можно прийти просто в углу, и сказать, что вот, значит, жизнь так громадоемная зависит от людей, а терапевт это не состоится. РППшник должен видеть в своем терапевте человека, которому, а, он может довериться, и, б, он не должен видеть, понимаете, вот наша основная задача, чтобы наши клиенты сами стали себе психотерапевтами. А почему? Потому что РПП – это по факту кровь. Ну, идет через 10-15-60-20 лет, почему дело будет? А вы же костык. Не костык. Поэтому первое базовое правило, которое мы усваиваем с вами, это то, что терапия РПП – это в первую очередь научение человека. Мы должны его обучить. У нас нет задачи изменить особенности. У нас есть задача адаптироваться на чисто случайно. Потому что сегодня ситуация такая, поведение такого. Да, при ситуации изменится, жизненные обстоятельства изменятся, изменится поведение. И человек должен понимать, что он будет делать в этой ситуации, и как ему не вернуться на прежний рельс поведения. Вот это очень, очень важно. Переходя к причинам РПП, их не так много. Походи. Первая причина – это генетический фактор. Что значит генетический фактор? Это значит, что это человек родился с определенной структурой мозга. Ну вот есть у него такая история. Выставки нет, никто не знает. Но эта особенность есть. Обусловлена генетическим фактором от 58 до 80%. И я вам даже нашла исследование. Я могу вам его скинуть потом в чат в телекраме. Вы просто напомните, пожалуйста. не будет здесь писать генетический фактор, но я просто выражу, что это 58-80%. Это определенный генетический фактор. На 12-е правосудия. Это очень много. А сейчас объясню, на сколько мы окна. 50% людей с РПП не диагностируют. Они не знают, что это. Они считают, что это нормально. А знаете почему? Потому что следующее дело – это социальный. Что такое социальный фактор? Это в первую очередь стигматизация. Это банальная стигматизация. У нас понятие здоровья уже давно как-то размыло. У нас человек начинает заниматься спортом, обретает нездоровье, а еще один повод обратиться к врачу. Вот, в особенности наши регионы. Мы говорим, все, он безминутеновая диета, он же по здоровью. Ах, это не здоровье, говорит. Говорит как рука, а он сидит такой, знаете, в октябре. Чешет сзади. Он говорит, давай, давай, пограничивай себя еще. И это считается абсолютно новым. То есть, когда ко мне приходят клиенты, и я спрашиваю, а сколько диет вы перетолы готовы? Я не верно хочу спросить, сколько диет вы ели, потому что их там много. Что я та сама, кто ее не знает, я человек, который на 70 кг выдел. Я знаю прекрасно, что такое покупать. Но даже у меня не было такого диетологического опыта, к счастью. А есть клиенты, которые приходят, почему, знаете, у них несколько максимум, изыгрывается масса тела, может быть, на 5-8 кг превышает, да? Ну, диетический опыт, диетологический опыт такой, что можно книзиться. Что еще входит в социальный фактор? Социальный фактор – это семья. Что значит семья? Я прошу сейчас понять тех, у кого были дома такие, называются жирные разговоры. В тени живот, торчи. Было? Было, было, было. Это когда в семье, например, мама постоянно сидит на диетах. А ребенок смотрит и говорит, что это нормально, я не знаю, почему не могу делать еще. Потому что, ну, ребята видят свою маму, что мама-то? Для него она нормальная абсолютно. И вот эти вот все вещи, они не могут быть причиной возникновения этой группы. Но это является серьезным фактором мысли. Что из себя еще входит в социальный фактор? Ну, отложение. Панальное. Билборды, Инстаграм. Вот это, значит, идеализация женского образа. Что девушка должна выглядеть так, вот так, вот так. Фотки только вот так. Да, вот эта вся история, она как бы на подростках, в частности. Потому что, чаще всего, бывает, ну, поискредляет в располном возрасте. Если мы говорим о невособенности, по нервной волюме, анотексиве. Так, конечно же, эта история, она не имеет такой невесомый характер. И третья часть. Моя самая интересная. Это психологический фактор. И тут прорисовывается то, что мы называем абсцентивно-компульсивным расстройством, перфекционизмом, низкой самооценкой и всеми этими вещами. Ну, тут задается такой вопрос. Илья, ну, что у нас? Сколько кругом возле нас людей с абсцентивно-компульсивным расстройством? А почему не у каждого есть РФ? Как вам кажется? Все факторы разные? Да. Да. Верно, зайка. Для того, вот, когда человек рождается, у него по факту заведенный брок. Понимаете, да? Вот у него в голове уже заведенный брок. А когда вот эти три фактора соединяются, это какой-то бьет у него по голове. И человек просто по факту просыпается с утра бедом, с почином и все, и идет дальше. Здесь может выйти трагмирующая какая-то ситуация, да? То есть, ну, больше, как бы, социальный фактор и все. То есть, наши клиенты, они имеют достаточно травматическую стойку. Когда они говорят программы, это реальное по себе. То есть, как физическое, так и моральное. И когда вы берете в терапию клиента с расстройством пищевого поведения, держите это в уме. Что вероятность того, чтобы у человека было серьезное физическое усилие, очень высокая. Очень высокая. И здесь не поможет ни одна, понимаете, там, как любят сейчас вот, значит, РФП и корректируется у тебя с корректирует РФП. И покажите мне клинические рекомендации. Покажите мне, что значит работа с телом, вот это значит, переживание вот этого, соединение вот этого всего, скорректирует РФП. Если это так его работает, почему вы так не описали? Почему еще никто не получил за этот модель вступление? Давайте сделаем, получим. А потому что это не работает. Потому что вот это очень серьезно. Это не просто полежать, вот это значит, давай соединяться, да, вот ты соединишься и все будет хорошо. Нет, это не сработается у наших. Поэтому держим в голове, что генетическая предрасположенность, социальный фактор, скорее всего, там было что-то вот серьезное, да. И определенная структура личности. Ну, то есть это человек уже, знаете, они очень такие нелегидные. Они вот, они уходят, вот все люди с расстройством пищевого поведения, это те люди, которые, они могут быть за водилой компанией, они его, значит, все уйдут. Они там приходят и говорят, да, у нас все хорошо. А когда приходят домой, они плачут. Потому что они лежат на кровати и едят. Потому что вот они реально это так учат. Они плачут, кушают и ненавидят себя. А если мы посмотрим со стороны, ну, лежит человек в кровати. Ну, плачет. А что плачет? А потому что устал. А в чем проблема есть в кровати? Ну да, кто тебя забыть и вот это делает? И если начинать вести с человеком такой диалог, мы поймем, ну вот, вот так становится страшно. Потому что большинство специалистов, они банально не знают, что есть. Я говорю, да за что он пытался? А знаете почему? Потому что РПП – это комобидное расстройство. Там очень высокая комобидность. Если у человека есть РПП, ты будешь поверьте, там такой чемодан. Там и тревожно-фобическое расстройство, там и обсессивное капусте, там все. Депрессии разных видов, с разными скрециями. Там есть все. И помимо головы есть еще тело, не забываем, да? В чем разница между обычным тревожно-фобическим расстройствами? Разница в том, что человека от комической атаки не умеет. А если вы здесь просимфоните, ну вот, приходит девочка и говорит, знаете, а я вот после анорексии восстанавливаюсь, мне вот, значит, мама к психологу послала. Ну вот это что, да, давай. Вот это каждую неделю взвешивание. Прекрасно. А то, что эти девочки себе, простите за подробности, но просто я с этим работаю, они в трусы себе монетку стоят. И выпивают перед приемом психолога по 2 литра воды, чтобы был прелест. Они будут сидеть и плакать у вас даже, выражать эмоции. Но когда они выйдут, они не будут есть неделю. Ну, шо его так. Будут быть энергетиками. Чертальность. Будут энергетики, веса. Может быть, как-то двигаться. Да, поэтому здесь стоит понимать, что это высокие риски. И если вы берете за РПП, ну я сегодня не буду ходить там глубоко в бульмию, в анорексию. Мы сегодня вот остановимся к психогенам, да, переедания. Потому что это тоже сложно, но там хотя бы все на виду. Ну вот условно говоря, да, вот мы видим, что у человека лишний вес. И там могут быть какие-то, такие-то, такие-то заболевания. А это корректируется намного проще. Поэтому, что нам нужно отсюда понимать, да, что когда задействуется одна причина, ну, РПП такое уже шпиделся, бежит, значит, к человеку. Бежать он может всю жизнь, может и не стрелять. Но если группа причин сходится, это выстрел прямо в лицо. И никто не ожидает. Также очень часто, когда... Я просто хочу, чтобы все избавились от стигматизации. Потому что все начинают отвечать. Вот эта проблема в семье. Ни одна семья не способна вызвать РПП. Какая бы она ни была. Трагирующая, неграгирующая. Неспособна. Ни один билборд, нам говорится, не способен вызвать РПП. Неспособен. Был бы способен, изобретили бы. Ни один инстаграм не способен вызвать РПП. И даже ни один форум, на котором сидят наши клиенты, мониторинг, на какой вы видите еще посидеть. Помимо этого, вы также должны понимать, что диета это одно. Есть еще схемы прийти таблетки. Это когда они соединяют... Вот это вам точно никто в инстаграме не расскажет. Они соединяют препараты, типа кофеина, в общем, какие-то аптечные таблетки. Они это принимают и живут только на эти таблетки. Это слабительные, это диуретики. А представьте, там, девочка с пулемией, которая мало того, что рвет, она еще принимает слабительные диуретики. Там микрофитов нет. И в какой-то момент сердечко может не постучать. Потому что это слабительный, это не так будет. И это тоже страшно. И вы тоже это должны понимать. Поэтому... Здесь вопросы есть? Да. Какие он сверху на физическом насилии? А, почему такое взаимосвязное правило? А, почему такое взаимосвязное правило? Очень хороший вопрос, спасибо. Но, во-первых, стоит понимать, что когда мы говорим про физическое насилие, ребенок уже, в принципе, находится в определенных условиях. Да? Если это про силу говорить. Ну, вот, давай, представь такую седьмую. Вот как тебе нажимается? Ебаный блок. Это, в принципе, это не пойти. Да? Там, в точке зрения... А что могло произойти? Скорее всего, это... Как я могу быть хорошей? Как мне заслужить внимание? Кто меня может погладить по голове? Мне надоело, значит, получать побольше, какие-то такие подзатыльники. Я хочу чего-то, да? Иного. А, там, эти все факторы, они соединяются. То есть, это такая каша. И вам, на самом деле, вот... Вам не нужна, знаете, диагностика, диет. Слушай, я должен найти истину. Почему вы не найдете истину? А знаете почему? Потому что, если вам уже больше ничего знать не надо. У вас есть одна основная причина. Это 8% людей. Это генетический фактор. Потому что, если вы возьмете травматика, которая пережила сексуальное насилие, значит, соберете там тысячу человек. Там не все будет. А будет у того, кто примет вот эту особенность. Понятно? Еще вопросы? А можно ли считать, что у таких людей есть проблемы с инстинктами санксиджанника, где они подпадают на ветки или что-то делают такое уже? Очень хороший вопрос. У них есть не отсутствие инстинкта самосохранения, у них есть очень яркая доминанта. Слышали? А доминанта – это скотина. И эта доминанта, она может так яростно разрастись, что это ничего не видит. Потому что я вам дальше дам как статуализацию этого проекта, как это выглядит на самом деле, с точки зрения поведения психотерапии. И вот сверхозабоченность формы тела и контролем своего веса, она настолько яркая, что человек не может даже, он не понимает, куда его смотреть. Потому что это одна большая доминанта, которая вытескнула всё. И вот всё, что он делает, он идёт, значит, к вот этому в адресу победил. И всё. То есть инстинкт самосохранения, это есть в одном случае. И я вам скажу больше, что девочки, которые болеют от анорексии, они прекрасно понимают, что только болеть анорексией невозможно. Это невозможно. В какой-то момент они могут верить, но потом понимают, что нет. Потому что становится настолько плохо, что если мы посмотрим на девочек, которые проходят лечение в церкви, это центр изучения расспользующего волнения в Москве, то большая часть из них говорят, а можно хотя бы вот до минималки дойти, просто чтобы ходить. То есть в какой-то момент это ещё учёк сказал, да, они сопротивляются, им очень тяжело, они понимают. Ну то есть, вы представьте, тут сверхценная потребность. Ввиду образа дела. Тут ещё и дисфорфофобия, и все вот это вот, да, подоплём. Вот это чемоданчик, о котором я говорила. А вот здесь жить. Потому что они понимают, что без вот этого нельзя будет реализовать вот это. И битва до минуты. И начинается битва до минуты. Не на смерти на смерти, честно. Не на жизнь, а на смерти. Да. Я не знаю, когда люди в СМИ будут, так или иначе, подвержены. 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 Какую-то специалистскую историю. Как вы выстроили. Но любой, например, для нейтропатичного опыт вашей? Нет. Нет. Я не могу утверждать, что вылечиться от НПП, скажем так, возможно. Но это про что? Мы же не можем изменить структуру мозга. Ну как? Мы можем это сделать. Ну представьте, человек родился с голубыми глазами. Ну как бы вы там психотерапию не проводили, глаза не встанут калили. Поэтому, о чем я и говорю, что у нас нет задачи изменить особенности. Наша задача научить клиентов жить с этой особенностью. Взрастить по факту. Потому что большая часть жизни, особенно когда мы говорили про психогены и приедание, это большая часть клиентов, это лишний вес вес. Это когда человек начинает даже работать комплексом, а он банально не знает, а где это? А какой мой биологический вес? Вот так же было у меня. Я понятия не имела. Три года назад, четыре. А где? А как он жить там? В весе, в котором я весила, в двенадцать лет. Ну то есть такой вес, который мне сейчас не было в двенадцать. И когда я проходила весь этот ход, я понимала, что я просто держу себя вдове. Что есть особенность. Нужно научиться. Для этого нужно время. Поэтому когда, и на самом деле, вот такие случаи, как я, это очень редкость. Это всего лишь пять процентов. На меня не смотрите. Да. Сколько ты весила? Когда? Когда? Когда началась в двадцать лет стоять. Сто сорок, три сто сорок семь. По разным этапам. Небольшой. Вперед. Тебя сейчас не сорвали? На что? На побольше упали. Нет. Ну для меня нет понятия стрима. Я не дышу. Я не дышу людей, чтобы сорваться. Я живу. Нормально стою. И у меня все хорошо. Я о еде думаю только в тот момент, когда понимаю, что пора. И все. И вот в ваши клиенты должны дойти до такого же понимания. Что еда это просто белки, жиры и упривода, которые необходимы для того, чтобы перекрыть базовую физиологическую потерянность. Да. Веда может быть вкусная. Да. Веда может быть вкусная. Веда может быть любая. Но зачем ее оставить во всем мире? Жизнь не так прекрасна. Да. Я имела ввиду, что похудеть более чем на десять процентов от текущего веса и сохранить результат более чем три года. Таких, как я, наверное, вообще там может один процент было. Не хочется. Потому что, на самом деле, человек должен обладать определенной выносимостью дискомфорта. Это, наверное, не подразумевает. Все. Здесь вопросы еще будут. Нет. Ну, идем дальше. И сейчас я хочу вам продемонстрировать... Даже нет. Давайте сначала узнаете, что вам там. В принципе, мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить про психогенное переедание. И вот что такое психогенное переедание? Это, по факту, долгосрочное, сложное хроническое заболевание. Долгосрочное переедание. Это не значит, что человек просыпается и говорит, так, я два дня повернусь на гену переедание, а через поверье вы говорите. Нет. Такое невозможно. Страдает приблизительно 20-40 процентов, как мужчин, это женщин, 20 процентов, но довольно прогрессивно. Женщины просто чаще обращаются за помощью. Так случилось, что мужчины, на самом деле, в РКП нет ни гендерного признака, ни злоу заряста, вообще ничего. Просто так случилось, что у нас почему-то, ну, как-то и говорят мальчики, что у них проблемы стесняются. Ну, то есть, у нас, значит, когда стали обращаться в клиенты, там, например, с синдромом ночной еды, это вот очень часто встречались у мужчин. Ну, когда человек просто проснулся ночью, и, значит, в холодильнике, он даже не помнит, чтобы просыпался. И когда я говорю, что, да, солнышко нужно будет поработать, это дискомфортно, потому что ты там живешь уже лет десять. Ну, как бы сменить эту неровную связь нужно заменить. Он уже не мотивировал, что мне что-то делать, мне что-то тёмка стояла, и я, в общем-то, живу, попрошу, чтобы она повесила замок на холодильнике. Я говорю, ну, прекрасно, если ты считаешь, что это для тебя актуально, пожалуйста, повешивайте, что хотите, главное, чтобы вам было комфортно. И эта вот вся история, да, она имеет определённую симптоматику. Самое главное, это вам понимать, с чем ты будешь клиент, и куда это надо притянуть. Потому что, если это не одна полемия, терапия одна, ну, да, там, начинается немножечко по-другому всё, вход другой. Если это ожирение, да, плюс ЛКВ. Кстати, очень важно запомнить, ожирение никогда не является критерием пристава расстройства щекотворения. И если вы даже откроете ЛКВ-10, который вот скоро наконец-то его нужно принимать, ЛКВ-11, там огромными буквами написано, значит, психогенные приедали. И ниже такая сноска, исключите ожирение. А никто не знает об этом. У меня такое ощущение, что большинство специалистов ЛКВ-10 не открывали. Потому что все, значит, вот ставят всегда знак «равно». А что, человек не может болеть ожирением без ОКВ? Может. Почему нет? Может. И это тоже стоит понимать, что если к вам человек приходит с ожирением, это не значит, что у него там активное переедание. Может, у него всё хорошо. Молодец? Молодец. 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 Идём дальше. Какие симптомы? Первое – это переедание. Ну, не просто переедание, а до дискомфортного ощущения в желудке. Когда человек ест столько, что он понимает, что он переел только когда желудок, это не просто расстегнуть кудовку. Знаете, когда у ресторана? А когда вот желудок, ну, ты сидишь, и ты понимаешь, что, ну, что-то там ужас. Съедается очень большое количество еды за короткую предупреждение. И пока длится этот приступ, человек будет есть. И ему же в какой-то момент становится всё равно, что он ест. То есть это могут быть абсолютно новые продукты. Человек начал с, не знаю, там, с гречки, с макаронами, понимаете, а закончил там вообще вот всё, что было в холодильнике. Да. Во время приступа наши клиенты им, они могут быть избирательными. Да, это вот просто такая вот история, как говорится, что он в руку упадет. Кто в руку не спадет. Идем дальше. Да, это в любом случае это будет чувство потери контроля. То есть человек вам будет говорить о том, что, да, я понимаю, что я теряю контроль. И вот этот момент стоит. Вот для человека, который никогда не столкнулся с КПП, для них очень сложно понять, а как это можно потерять контроль перед едой? Ну, в смысле? Ты сидишь перед тарелкой, ты что, не можешь остановиться? Да, зайки на руку. Они действительно не понимают, что у них нет вот этого стопа, что всё достаточно. Ну, как бы, да, уже некуда. Да? Вот. Поэтому чувство потери контроля, она будет их сопровождать всегда. И будет, даже как в момент коррекции КПП, и будет казаться, что контроль потеряется. И будет становиться очень страшно. Ну, ничего вообще страшного. Справиться. А, что еще? А, здесь еще очень важно понимать, что это обладает очень быстрое воплощение людей. То есть, они едят очень быстро. Они едят невероятно, что они так смотрят на сверху. Они смотрят на сверху. Я вот в ресторане, значит, сидела. Я уже четвертый год, а это коллеги мои только первые. И только начали мы. И вот эта вот быстрая история с тем камерного СТС. Если это было как раз, то вот это потеря контроля. Что еще? Это после этого все. Шлиф улицы. Как вам кажется? Чем? Субавины. Нету. Чувствованы. Да. Чувствованы и стыдат. Они сидят и говорят, что я сейчас сделаю? Как это? Вообще, что это мыло? И они настолько вот, они действительно этого стесняются, что вот РПП это не та вещь, про которую говорят. Когда девочка приходит к врачу с лишним весом, как на Гренологу, например, она не расскажет про вот это. Она будет молчать. Как я думал, у меня лишний вес. Наверное, что с гормоном? Давайте найдем этот гормон, проклятый. Уже что-то надоело. С детства меня калашматит. Они не говорят про это. Отсюда и вот эти вот чувства, им очень тяжело. Вот просто признать, что у них есть проблемы. Потому что они видят на окружающих, а на женщине тоже молчат. И они даже попали. Даже вот спросили его. А я говорю, ой, ты не дать вам. И вот эта вот вся история, она, конечно, пропитана вот таким вот тем самым психонациональным основам, это в полном смысле озвучка. Это в полном смысле озвучка. Когда на постоянной стройке человек, как будто у него температура. Я постоянно, мне надо что-то контролировать. Контролируй. Так, я недостаточно себя контролирую. Опять, опять. И вот эта вся история, она длиною длительной еды. Да? Большой промежуток. Это не два дня. Это на постоянной стройке. Отсюда мы выводим такой тезис. Что РПП – это не разовая акция. РПП – это систематически повторяющийся безобразник. Которая каждый раз вот так вот туп, туп, туп по голове. И в какой-то момент человек начинает понимать, что все равно что-то не то. Что-то как-то не по себе. Я понимаю, что я иду не туда. И вот когда человек приходит к вам с вот этими вещами, Нужно понимать, что линия терапии… С чего мы начинаем? Вот я записываю на пикосовую звучку. Мы начинаем… Если вам обращается человек с психогенными передами, скорее всего, у него будет оживление. Это неудивно, потому что человек в длительное время переедает. В чем разница между психогенными передами и по пулеметами? Нечто очищение. Нечто. Молодец, Зай. Нечто очищение. Они не компенсируют это никогда. Они не вырывают. Они не переслабительны. Они не бегают, значит, стоять. Они не бегают вот так вот по кругу. Вокруг дома, по 40 км, по 20. Жизнь, уже там ноги стопдались. Они бегают, бегают. Девочки стоя уроки делают, чтобы потратить как можно больше калорий. Понимаете? И вот при комбульсивном передании этого нет. Поэтому сегодня лишний вес. Ну, зато сохранение энергии никто у нас. Нет меня. И первое, что мы делаем, когда к нам обращается клиент, мы корректируем расстройство пищевого поведения. А потом снижаем вес. Как вам такое? А что обычно психологи делают? Потому что приходят к психологу, там будет диетолог. Почему? Они сразу начинают худеть. А как они худеют? Они же даже клиенту не объясняют, зачем ему питаться пять раз в день. Клиент уходит. Понимаете? Клиент ушел от диеты и пришел к диете. Они ему не объясняют, что за пятиразовым питанием стоит самое основное. Снижение количества переедания. Потому что когда человек переедает? Когда он голодный. Вот, коллега моя подсказывает. Когда он голодный. И чем лучше восстановлен паттерн питания у человека с конкурсивным перееданием, тем меньше риск переедения. Поэтому первое, что мы делаем, мы проектируем. Здесь понятно? И что собственно? Ну, собственно, я еще хотела вам дать. Цель терапии при РПП какая? Как вам кажется? Я посижу. Адаптировать и выучить новой форме поведения. Это основное. Потому что что бы вы там ни делали, на какой бы диете у вас не сидел клиент, если не будет вот этого фактора, он вернется опять сюда. он вернется, если он не научится новой форме поведения. А если клиент приходит к внутринфологу, внутринфолог ему говорит, ну, значит, ты тут сейчас полгода посидишь, у меня эти минимумы составляют. Ну и что? Он всю жизнь будет к нему ходить? Нет. Он всю жизнь будет ходить с компейнером? Нет. Да, на какой-то период это поможет. Да, он может быть замотивирован. Но это не решит основных проблем. Он не будет уметь адаптироваться. Он даже понятием не будет уметь, что у него есть вот эта особенность, с которой нужно что-то делать. то, что при определенных обстоятельствах это нормально, не есть измелька, что человек может себе позволить отойти от этого. Просто найти адаптированную альтернативу. Вот в чем основная проблема людей с альтернативой. Они не умеют искать альтернативу. Потому что когда он выходит, значит, из этих раунд, он такой, ой, что случилось? Почему нет контроля? И он такой, ну ничего. Я, значит, в первую штуру еду, в печеньке. Ну, я их не ел, там, полгода, сейчас забыл в этот системе, а потом как-нибудь все. Вот это вот проблема. Поэтому первое, на что нацелена терапия РБТ, это полноценное восстановление человека. Вот как вы это понимаете? Полноценное восстановление это что? К чему мы стремимся? Чтобы человек имел адекватный вес, нормальный вес, биологический вес. Это не значит, что человек должен весить пятьдесят пять килограмм. Вообще никогда не ведите клиента к идеальному весу, мы не достижимы жить в этом весе невозможных. Биологический нормальный вес. Это про что? Это тот вес, который человек может сохранять при обычном темпе жизни без ограничений, в котором он комфортно жить, и он не испытывает никаких соматических заболеваний. Вот это адекватный биологический вес. У кого-то это может... Вот давайте на мне пример. Вот я могу поедать с ума сытела весить пятьдесят пять килограмм. Вот это вот замечательная цифра. Но я вам вот что скажу. Когда Эльберма Радуна переболела ковидом, Эльберма Радуна стала весить пятьдесят восемь. Вот так случилось. Остынию словила. Это были ужасные времена. Я просто лежала и думала, черт возьми, вернитесь, пожалуйста. Эдик, можно есть как бы еще больше, да? Ну просто аппетита действительно не было. Тяжело я это все переносила. Но я расстроилась. Я думаю, черт, я лежу пятьдесят восемь. Я думаю, опять набирать мышечную массу куда-то делась. Вот это все. Ну потому что невозможно жить. Не в состоянии. Да. Это есть биологический заболевес, в котором человек чувствует себя окей. И вот вы с клиентами должны как бы этот вес постараться и ущипывать. Просто метод опроб, ошибок. Ну а чаще всего это где-то середина, либо верхняя граница или ценности тела у роста человека. Ну где-то там ему хорошее. То есть там нет проблем с заболеваниями, да? Да? Не болезненные заболеваниями, еще что-то. Ну и в принципе он себя комфортно там чувствует. Ну вам может клиент сказать, что он там похудел на пятьдесят, в составе пятьдесяти он весит свой. Он может сказать ему спокойно, я больше не хочу. И вы не нужны ему агитировать. Снижать вес дальше. Вы в этот момент должны понимать, что основная задача, вот здесь еще первоначальный этап, это предотвратить дальнейший набор вес. Если человек за какое-то время не набрал вес, работая с вами, это уже хорошо. Это уже прекрасно. Потому что он в течение 7-8 месяцев набрал 20 кг. И если работая с вами два месяца он не набрал еще, это уже прекрасно. Ну, конечно так. Можно поспорить, все зависит от клинического случая, но такое тоже возможно, вы должны это допускать. Что вы не те люди, которые, значит, вот к вам обращаются клиентами, такие, все, сейчас я всех ути. Это вообще не просто куда-нибудь. Это не просто снижение веса. Это два раза в год. Гуд? Гуд. Идем дальше. То есть, нормальный вес, снижение количества перееданий. Сейчас. Снижение количества перееданий, восстанавливая патрон питания. И третье, где начинается вот это веселье, за что меня потерял все клиенты, это когда мы начинаем работать с их, ну, давайте просто так называемым, с их убеждением. Когда мы начинаем работать с той частью, где мы в поплатку объясняем людям, что большинство вещей это абсолютно нормально. Ну, то есть, что это нормально. Мы учим их допускать. Именно поэтому у меня почти все клиенты тусуются на сезонах у Алексея. Ну, просто я не успею там за 40-50 минут в них, ну, значит, вместить вот это вот все, да, чтобы это было еще более эффективно. Поэтому у меня клиенты параллельно проходят сезон Алексея. Они прекрасным образом познают всю теорию, вот, а потом приходят ко мне с практикой. Ну, значит, вот что творило, я вас ненавижу. И вот обычно с этого начинаются мои консультации, как сначала они матерят меня и Алексея, а потом, значит, говорят вот спасибо вам большое. И это прекрасно. Почему я об этом говорю? Я говорю это по той причине, что РПП это та вещь, когда в первые пять сессий наши клиенты испытывают вот такое количество дискомфорта, что чаще всего они сливаются. Это не ваша проблема. Ну, то есть это не проблема от того, что вы плохой специалист. Это проблема от того, что вы можете считать, что ваша терапия эффективна. Потому что РПП это равно тревога. И когда мы говорим нашим клиентам, что мы не избегаем тревогу, а открываем ей дверь, садим ее рядом, сажаем, говорим, зайка, познакомься с ним. Это твои мысли, это твои чувства, это твои эмоции. Тебе не нужно их испытать. Тебе нужно с ними подружиться. Напоить в чай. Побеседовать с ними. Они такие, как? Я всю жизнь использовал изглядающее поведение. Я делаю все для того, чтобы не сказать, смотря на суперзеркало, что я имею лишний вес. И когда большинство клиентов у меня в консультации с лишним весом говорят о том, что да, черт возьми, я только сейчас. До меня дошло, что оказывается я, простите, толстый. И это действительно проблема. Да, поэтому здесь стоит понимать, что РПП это большой уровень приводки. Это то, где человек... Там РПП, давайте так. РПП корректируется очень быстро, молниеносно с первой сессии. Представьте себе несущийся поезд. Представили? Вот ваш клиент должен схватиться за этот поезд, сделать вот так и сказать, черт возьми, я не знаю, что там, но я доверюсь. И вот вы, как специалист, должны предоставить силу вот в этой руке у клиента. Вы с ним в одной лодке. Вот запомните раз и раз. Вот вы с ним в одной лодке. И вы говорите, да, эмпатично очень, что да, конечно, сложно, понимаем, принимаем. Вот нужно сделать. Не нужно делить продукты на хорошие и плохие. Нужно сделать список, провести политический эксперимент. И говорят, Гамка, в смысле, мне нужно что-то сделать? Попробовать? Я говорю, да, зайка, попробовать. У меня, когда девочки после анорексии восстанавливаются, приходят, у них есть такое определенное на языке людей с анорексией, называется забор. И вот, когда приходят с этими заборами, где-то что-то с ними сделать. Я говорю, Лёва, что будем делать? Ну, и дам обычно какие-то продукты, которых они манятся. Я вместе со своими клиентами в скайпере говорю, ну, зайка, открывай шоколадку. Будем пробовать. И это сначала выглядит как? Она подходит к прилавку. Она делает так. Нет, шоколадка, шоколадка. Я говорю, ну, прикоснись. У неё шпалил. Никто. Она берёт и говорит, что она может ходить по магазину, вот так, кругом, с этой шоколадкой. Она говорит, нет, почему я не хочу? Что же с ней делать? И в итоге, когда она её скидает, это чаще всего слезы. И вот мы видим, что сидит человек, ест шоколадку и плачет, плачет счастье, что он допустил, что это возможно. И это только маленькая фриска, скажем так. Поэтому, вот, что здесь важно понимать, да, что нам необходимы ранние перемены. То есть с первой сессии ни о каких чувствах не говорите. Нет, восстанавливаем батаре питания. Ваши клиенты будут ходить вокруг, где там около. Вернётесь вы к этим чувствам, если нужно. Но первое, что мы делаем, первые 5-6 сессий, это ломаем старый тип поведения. Мы его ломаем. Мы говорим о том, что, окей, твои вот эти вот забеги от холодильника поддерживают твоё расстройство. А давай попробуем планировать еду. В смысле планировать? Я же компульсивный переедальщик. У меня же всё на компульсе. Давай учиться. Это необходимо. И вот первое, да, это понимать, вам важно понимать, что РКП – это терапия действий. Это не колокольство. Это не сидеть и разговаривать с клиентом о том, что вот. Да, это, наверное, потому что вот кто-то тебя на лоб и шлёпнул. Или сказал, что ты ломненькая. Это сначала вы решаете главную проблему. А потом возвращаетесь к вот этому, если вы летели. Это понятно? Что это терапия действий. Потому что у всех есть специалистов, кто работает с РКП, ну, большинство. Очень глубинное убеждение, что мы сначала начинаем залетать с чувств и эмоций. Да там такой чемодан этих чувств и эмоций, что вы не будете понимать, за что схватиться. Поэтому, когда вот этот… И понимаете, там ещё очень такой момент мотивационный идёт, что когда наши клиенты, они видят результативность, наши клиенты видят результативность, им становится… Конечно, конечно. Здесь понятно? Гуд. Ну что, собственно, мы перерыв делаем? Нет, не делаем. Хорошо. Ну ладно, если кто-то попить хочет взять. Кто-то хочет пить? Отлично. Вылечили. Вылечили. Нин. Хочешь взять? Хочешь встать? Да. Вот. Собственно, да. Это Нин, да? Это наша клиентка. Это уточник со стажей. Уточник со стажей. Нин. Расскажи, пожалуйста, с нашим клиентом, с чем ты обратилась? Изначально, это не все. Ого. Смотрите. Я просто хочу прописаться за словами из мира, потому что вагоны маленькая содержка всего. И чтобы тоже не разматривать все долго. В общем, я уже дошла до такого эмоционального дна, когда все было очень плохо. Дна нет, а снизу постучали. То есть, предыдущие мои попытки не только похудения, но и обращения к специалистам, к психологам разным. Соответственно, мне увенчались с успехом. Очевидно. И я уже такая, ну все, мне должен помочь только графику. Я такая, ну был просто карантин, уже вообще там все было плохо. Я такая, ну все, это был мой шанс. Потому что уровень тревоги моей был настолько высок, что он просто уже пролевал вообще потолок. И панические атаки, которые меня там три года шарашили безудержно, я там боялась их. И вообще, ну просто вообще желаю. Он достраивается и тревоги постоянно. И я, в общем-то, нашла канал Алексея. Наконец-то. И думала, что мне нужно пройти в базовый курс. И хотя бы как-то справиться с человеческими атаками. И хотя бы как-то со своей тревожностью научиться работать. И, соответственно, я пришла в базовый курс. И потом уже карантин закончился. И я попала на сеанс с Коксею, с этим своим чемоданом. Тревог, переживания. И, в общем-то, было все-все-все-все-все. Он слушал меня, слушал. И благодаря его протекции я, соответственно, попала в камеру. Я ведь сказала, что-то я, типа, ее говариваюсь, судя по Инстаграму. Ну да ладно. В общем, типа, окей, звоните. В общем, на этой ночи мы расстались. Там я вечером, соответственно, написала в Инстаграм. В общем, где-то так, плюс-минус так у нас связались. И, в общем-то, я прыгнула в этот поезд. Зацепилась за него. Вот так. И мчала на нем к сегодняшнему дню. Мин, вот скажи. А какая главная такая поведенческая, отличительная черта у тебя была на тот момент, когда ты к ней пришла? Я думаю, что главная черта – это недоверие. Недоверие. И беркотоль. И, естественно, тревожность. А вот расскажи, пожалуйста, за эпохондрию. Да, это очень важно. Да. Да, точно. Потому что, как ты называла это? Абжурная ипохондрия. Абжурная ипохондрия. Да, да. Вот сейчас я вам просто скажу. Абжурная ипохондрия – это мой конек, который сбил меня с ног, правда сказать. Ну, у меня была ситуация в семье, когда случился инфаркт. И я после этого, так сказать, словила эпохондрически вот эти штуки. Потому что до этого у меня ничего такого не было. И к врачам я, собственно, не ходила. И вообще не парилась. И жила себе без всяких там, что у меня с пульсом и все такое. Но с тех пор, в общем, далее, 5 назад, это случилось. И она все прогрессировала, прогрессировала. И, в общем-то, с появлением ковида она достигла Абогея. Потому что, если посмотреть мой гениаз, количество моих походов в врачу и все, что я прошла, вот можно прям по месяцу отследить. Там есть все. Все. Вот прям все. И я считаю прям достижением своим, что в этом году я прям, я вообще не хожу. Но если только мне прям надо. Прямо надо, я не хочу такая. Мне прям надо. Я не хочу, но пойду. Ну, то есть я там не убиваю порой. Я всех терапевт начинаю с этой темы. Я всех протестировала. За всеми проконтролировала. Это уже когда Инна Варатовна говорит, что нет, надо анализ перепроверить. Сходи-ка, пожалуйста. Ну, опять эти врачи. Да. В общем, безумная ипохондрия, она просто, это очень неприятная вещь. Она пугающая, она страшная. И она, ну, она тоже выходит до конца, на самом деле. Когда я еще учусь. Вот. И, ну, типа, потому что я пока сюда пришла, кренер пришла 15 тысяч раз. И не проверяла свой пульс. Умничать. Вот. Так что, да, это очень большое достижение. Именно, пожалуйста, с обохландрой и дугольностью. И всякими такими штуками. Которые кажутся многим обзорными. Но, на самом деле, они очень сильно тормозят. Ваши резервы. А какой вес у тебя? Так. Ну вот, большой вес. Самый большой вес, который я зафиксировала на момент января 2020 года, был 146. А сейчас? Сейчас то один. Вот. Умничка. Очень терапевтично. Очень терапевтично. Очень терапевтично. Очень терапевтично. Это я к тому, что, вот, по факту, если мне Нина завтра скажет о том, что, Эльмир, а как бы у меня все хорошо, я скажу, да, Зайка, у тебя все хорошо. Потому что минус 40 килограмм для Нина, это грандиостный результат. Я не узнал. Ну вот, да. Это, вот, как раз так и то, что мы говорим про… Вот скажи. Было тяжело? Смотрите. Было тяжело, когда я на гречке сидела 3 недели. Вот когда будет тяжело? 7 месяцев и всколько мы там уже вместе на поезде едем. Ну, просто это очень долгий результат для меня, который имеет опыт всех диет мира, всех там ограничений и контролей. Это мега крутой результат, мега долгий. И он без насилия. Это для меня просто очень. Спасибо. Прям вот без насилия. Не бойтесь и мирморатона. Спасибо большое. Это, на самом деле, действительно, да? Спасибо. Это, на самом деле, прекраснейший иллюстрирующий пример, вот той самой особой ипокондрик, про которую я вам говорила. Почему это? Потому что человек сидит такой, шелк.